Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня, братья и сёстры, день пасхального поминовения усопших, Радоница. Этот день установлен специально для того, чтобы каждый верующий православный христианин мог порадоваться о Христе, воскресшем вместе со своими почившими близкими и родными. Родителями, братьями, сёстрами, мужьями, жеными, друзьями, со всеми теми, кто был близок к нам в нашей земной жизни. Эту радость о воскресшем Спасителе мы разделяем с умершими в полной уверенности, что души их живы. Все мы составляем единую Церковь. Они на небе – Церковь торжествующая, мы здесь на земле – Церковь воинствующая. Не в том смысле, что Церковь человеческими средствами с кем-то борется, а в том, что она посвящает себя борьбе с грехом. И пока существует мир, будет Церковь Христова бороться, будет Церковь Христова служить тому, кто пришёл в мир не для того, чтобы его судить, но чтобы мир был спасён, как мы только что слышали из Евангелия от Иоанна. Мы вспоминаем умерших молитвенно. В первую очередь для того, чтобы их грехи были прощены, чтобы, представ пред судом Божиим, они получили оправдание. В Церкви дана такая сила и такая власть молиться, изменяя загробную участь своих членов верующих людей. Господь дал эту силу нам, живущим на земле, не по нашим заслугам, не потому, что мы к Нему так близки, но только потому, что Сын Божий пострадал и воскрес, искупив тем самым человеческую вину за первородный грех, взяв на себя вину за грехи всех людей. Это Он избавил нас от греха. А если кто-то из нас, умирая, несёт в себе грех, то силой Святого Духа этот грех и там может быть прощён по молитвам Церкви. Когда мы задумываемся о загробной жизни людей, мы всегда думаем о суде. Действительно, что же означает Божий суд? Мы мыслим об этом, пользуясь своими собственными категориями мышления, исходя из своего опыта. Мы думаем об этом в пределах нашего жизненного пути. И нам кажется, что Божий суд, как и земной, – это решение судьи. Пойдёт ли человек направо или налево? Последует ли он в жизнь вечную или вечную погибель? Сегодняшнее евангельское чтение помогает нам понять, что такое Божий суд. Апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит буквально следующее. Суд состоит в том, что свет явился в мир, ибо делающие зло ненавидят свет и не идут к свету, чтобы не были обличены их дела, а поступающие по правде идут к свету, чтобы дела их были явны. Судом является присутствие Бога в человеческой истории, в нашей жизни. Слово Божие – это оно судит людей. В конце концов, каждому человеку бывает трудно понять, где правда, а где ложь. Каждый человек уязвим внешним влиянием, на него оказываем. Изменяется его сознание, воля и даже чувства. Это уязвление искажает человеческую природу. На это и рассчитано действие дьявола, чтобы люди перестали различать добро и зло, правду и ложь. И тогда они с легкостью зло воспримут за добро, а ложь – за правду. Разве так не случалось в нашей истории? Более того, люди в определенный исторический момент не просто перепутали добро со злом и ложь с правдой, но во имя зла и лжи шли на борьбу, убивали своих братьев и сестер. А потом это ложь и это зло многочастно и многообразно утверждались историками, философами, комментаторами исторических событий. Где уж тут разобраться к простому человеку, особенно если прошло много времени. Причем все сказанное относится не только к истории, но и к настоящему. Каждый может сохранить способность отличать добра от зла. и правду от лжи, только в свете Христовой истины. Это значит, что свет Христов, свет Евангелия, должен быть для каждого неприходящим мерилом, самым устойчивым и вечным критерием, применяя который человек способен отличать добро от зла, а правду от лжи. Но свет Христов есть не только критерий добра и зла, правды и лжи. Он судит нас потому, что если человек живет не в соответствии с божественной истиной, дарованной во Христе Иисусе, если его душа принадлежит противоположному миру, то он ненавидит божественный свет и не идет к нему. Иногда люди спрашивают, почему же так трудно проповедовать Христа? Почему перед таким очевидными истинами, подкрепленными историческим опытом человечества, люди остаются бездушными, а иногда со злобой и негодованием воспринимают обращенное к ним слово? Да потому, что они творят злое и не хотят идти к свету, чтобы свет не явил им их злые дела, не высветил человеческую злобу, потому что там, в потемках, легко скрываться. Более того, можно придумать слова и идеи, которые даже оправдывали бы человека, пребывающего в потемках. Создавали впечатление, что он вовсе не против света, а на самом деле он в потемках и никогда к свету не придет, если только не особая милость Божия. С другой стороны, человек, живущий по правде, идет к Богу, потому что это его мир. Ему не нужно скрываться в потемках. Он не боится увидеть в свете божественной истины свои собственные грехи, потому что ответом на это лицезрение раскрывается сила покаяния и молитвы. И, проходя через покаяние и молитву, человек очищается в свете божественной правды. Суд Божий совершается, и совершается не только в конце человеческой истории, он совершается в каждый момент времени, потому что суд состоит в том, что свет, что Христос явился в мир. Аминь.